Рустем Умеров берется возглавлять ключевое министерство Украины во время полномасштабного вторжения. Символично, что этот пост достается крымскому татарину, чьи предки были репрессированы. И в новейшей истории уже десятый год борется с оккупантами на аннексированном полуострове. В Минобороны Умеров идет с должности главы фонда госимущества, куда пришел с опытом политика, бизнесмена и правозащитника. С 2007 года Умеров был в списках советника-лидера крымско-татарского народа. Все эти годы до начала войны 2014 года был активным участником национального движения. Мы на него возлагали наши зарубежные связи. Это и Турция, и арабский мир, и европейские страны. Он достаточное время находился и в Америке, естественно, он там очень узнаваем. Заместитель главы Меджлиса Ахтем Чайгос сильными сторонами Умерова называет принципиальность, порядочность и государственное мышление. А также профессиональные навыки приговорщика, который Умеров тренировал с момента оккупации России и Крыма. После аннексии команда правозащитников боролась за освобождение политзаключенных. Среди них был и Ахтем Чайгос. В январе 2015 года россияне задержали его из-за митинга Меджлиса у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Ему инкриминировали организацию массовых беспорядков и дали 8 лет колонии строгого режима. Ахтем Чайгос вместе с еще одним политзаключенным Ильми Умеровым был выдан Турцией, а оттуда вернулся в Украину. Держать в повестке дня вопрос Крыма после 2014 года, он, будучи помощником Мустафы Джемилева, очень много площадок посетил, скажем так, или и организовал в том числе в переговорах и по Крыму в частности. И первые успешные переговоры, которые он ввел еще после 2015 года, например, по моему освобождению и с участием украинской стороны и турецкой, он дало результат. Уже после полномасштабного вторжения в Украину Рустам Умеров принимал участие в переговорах в Беларуси и Турции. Он был также одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена. Когда из российского плена вернулись 215 военных, среди них защитники Азовстали и их командиры. Умерову приписывают дружественные отношения с президентом Эрдоганом. Министр обороны должность политическая. Он должен уметь договариваться и заниматься обеспечением. Министр обороны, в первую очередь, это такая, можно ее назвать, как бюрократическая мясорубка. То есть проведение тендеров и так далее. То есть работа не в формате писать какие-то военные планы, кто куда будет наступать, кто куда будет отступать, кто где там будет находиться и так далее. То есть это работа больше серий, как купить, я не знаю, 500 тысяч сухопоев, где их купить, как это все дело довести до армии, где это все дело хранить и так далее. То есть это абсолютно другого направления работы, нежели управление армией. По словам экспертов, назначение министром Умерова приободрит тех крымчан, кто 10 лет живет в непрекращающейся борьбе. Сегодня им особенно трудно. Агрессор превратил жизнь на полуострове в выживание. Агрессор превратил жизнь на полуострове в выживание.